Личность напавшего на группу людей в Германии установлена. Им оказался мигрант из Сирии. Молодому человеку 21 год и он недавно запросил в Германии статус беженца. Все произошло в городе Ройтлинге на йоге страны. Мужчина вооруженный мачете набросился на людей. Он зарезал одну женщину, она почти сразу погибла. Еще два человека ранены. Полиция схватила напавшего. Атака в Ройтлинге не случилась всего через пару дней после мюнхенской бойни. В пятницу, напомню, 18-летний выходец из Ирана с пистолетом напал на посетителей торгового центра. Погибли 9 человек. Ну а в Мюнхене рассказали новые данные о БТ-атаке. Оказалось, что стрелок с прошлого лета готовил свое нападение. Год практически. А пистолет 18-летний Али Давид Санбали купил в так называемом темном интернете. Даркнет – это часть всемирной паутины, которая не индексируется привычными для нас поисковиками. Кроме того, уже точно известно, что молодой человек был болен и получал медицинскую помощь. Когда мы обыскали его дом, то обнаружили медицинские карты и документы, свидетельствующие о том, что стрелок получал лечение, страдал от депрессии и тревожного невроза. Молодой человек не только лечился амбулаторно, но и лежал в больнице. Мюнхенский стрелок мечтал отомстить одноклассникам, которые издевались над ним в школе. Он неоднократно грозил убить их всех, но в результате среди девяти жертв Санбали не оказалось ни одного его обидчика. Вообще почти все погибшие были потомками мигрантов и только двое имели немецкое гражданство. Кстати, отец молодого человека тоже позвонил полицию, когда узнал своего сына на видеозаписи, где тот расстреливал людей. Мюнхенский стрелок Алисон Бали палил по людям в центре столицы Баварии с пистолета ГЛОК. Более того, у него было еще 300 патронов с собой. В доме нападавшего в ходе обыска полицейские нашли газетные вырезки про нападение, а также статью с заголовком «Почему ученики убивают». Там как раз были описаны случаи массовых убийств в учебных заведениях. Этот мужчина погиб, когда пытался спасти свою сестру от пули мюнхенского стрелка. 19-летний грек вместе с сестрой отправились вечером в тот самый торговый центр «Олимпия», чтобы выбрать подарки родным и друзьям. Но, к сожалению, оказались на пути Алисон Бали. Стрелок внезапно замешивался. Штолса юноша воспользовался моментом и успел оттолкнуть сестру, но сам получил два ранения, в результате которых скончался на месте. Грек стал одной из девяти жертв Санбали. На бойню тот решился после того, как провалил экзамен в техникуме и тут же стал жертвой новой волны насмешек. Тогда стрелок пригласил людей под видом девушки. Зайдал специальный аккаунт в фейсбуке в торговый центр, где и, собственно говоря, открыл стрельбу. После атаки в центре столицы Баварии власти Германии задумались об ограничении доступа к огнестрельному оружию. Вице-канцлер Зигмар Габриэль напрямую задал вопрос спецслужбам, как психически неравновешенный 18-летний подросток мог получить пистолет и патроны. Мюнхен приходит в себя после пятничной атаки на торговый центр. Жители этого города до сих пор несут цветы на место бойни, которую устроил 18-летний выходец из Ирана. В режиме реального времени мы сейчас получаем вот эти кадры. Мы видим скорбящих людей, место памяти разбито прямо рядом с торговым центром Олимпия, где, собственно говоря, все это и произошло. Не убывают, только прибывает количество цветов, количество желающих выразить соболезнования. Можно вспомнить людей, которые погибли в этой бойне от озлобленного, обиженного, 18-летнего юноши. Можно представить, наверное, что люди в черной одежде, возможно, потеряли кого-то из близких. Тогда, в пятницу, напомню, это все произошло. И вот сегодня в Германии случилось новое нападение, но в другом уже городе. На этот раз с мачете. Собираем и по этой истории всю дополнительную информацию.